Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам показать вот этот сельский мотив, как его написать. Несколько он другой, чем мы обычно работали, более может быть сложный, он будет двухсеансовым, то есть мы обязательно будем писать еще по-сухому, доводить до... Вот эти вот нюансы, деликатные подробности будем дописывать потом. Вот так общий план сейчас за этот сеанс мы, конечно, накидаем в обычном нашем режиме. Итак, начнем с голубого неба, которое дало всему настроение. Возьмем разбавитель, возьмем белильца, сделаем сметанный замес, возьмем голубенький, голубой УФЦ. Штрихованием, короткий штрих лежачей кистью к холсте, обязательно лежачей кистью наполним весь холст. Сметанный замес, вы видите, я в разбавитель макаю кисть иногда. Сметанный замес, выштрихуем, небочка. Картиночка близка по своему исполнению к идеям импрессионизма. Поэтому совсем ровно выштриховывать до полностью распределенного состояния небочка не обязательно. Можно легкий намек на штрих сохранить, но легкий. То есть все-таки достаточно распределенный. Я хочу проговорить ценность вот этого синего рисунка на первой стадии. Классика подразумевает набор коричневыми, то есть земельного цвета, тональностями. Темнее, светлее, прочее, прочее, но земельного цвета. Это изобретение импрессионистов в солнечный день набирать синий каркас картины. Синюю тональность картины. Ну, как если бы мы рисовали карандашиком черно-белым, у нас была бы только одна тональность, или нет, только один цвет. А тональности были бы разные. Этот способ более понятен. Я вам скажу, что если бы мне и моим друзьям в свое время этот способ бы кто-то показал, мы бы гораздо лет на пять быстрее разобрались бы с колористикой солнечных пейзажей. Пленерных пейзажей. Мы бы даже, работая с фотоматериалом, уже бы задавали художественное звучание пейзажу именно, ну, солнечный день именно, именно благодаря синей подкладке вот этой. Ну, а если бы нам еще внятно бы проговаривали о умности лежачей кисти к холсту, ну, то было бы тоже пару лет бы мы выгодали. Поэтому я считаю, что для вас это должно стать открытием. И, в общем-то, классическое образование сейчас все еще зиждется на теплых цветах при наборе картины. Понятно, что много картин, которые пишутся через теплые. Особенно в помещении, которые пишутся с натуры в помещении. Все это через теплости. Но солнечный день следует писать, умнее будет писать через синьку тональных этих разниц. Вы видите, белила, которыми был снабжен этот участок, все еще сопротивляются. Поэтому я новые слои набираю и передавливаю в пользу темного. Причем краска, которая собирается в эти кучки, я думаю, вы видите некоторые кучки. Сами кучки пускай останутся. Они будут как раз имитировать идею зелени заросшей степени. Но основная масса темного пятна глуховато и малокрасочный слой. То есть вещества краски мало. Вот такое хламничное состояние вот этих теней. Можно сразу показать идею травы и отражения. вот этот раздавленный штрих имитирует идею мутного отражения. Штришочек, 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 штришочек. Вот эти торчащие из-под воды травки, они дают в касании с водой дают легкий звук колебания воды в эту сторону. И мы этот звук постарались нарисовать. То есть горизонтальки от касаний. Какие-то травинки освещенного типа. Вот такие, здесь на фоне теневой. Могут быть весьма различимы. и тоже от них, будешь понимать, у них торчит и отражается. Поэтому я посередине такой веточки разбиваю ее местом касания к воде. Вот такой хламничек этого места произошел. Чуть-чуть еще отражения от этих ребят. От этих стволиков. Ну вот собственно и все. Теперь встретимся на сеансе по дописыванию этой работы. И хочу вам еще раз напомнить о том, что не все сайты, которые находятся в эфире интернета, мои много пиратских сайтов. Старайтесь обращаться на сайты с именами Фония, Полина, Лада. Там это точно мои представители. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok